Здравствуйте! Это программа Перекрёсток. Меня зовут Евгений Макеевский. На прошлой неделе мы следили за успехами нашего череповецкого педагога Дианы Минец, который принимал участие в конкурсе «Учитель года 2021-2020». Вы поняли, что уже Диана Владимировна здесь. Здравствуйте, Диана Владимировна. Здравствуйте, Евгений. Очень приятно вас видеть. Я вас поздравляю. Спасибо. Конкурс прошел, воспоминания уже сглаживаются. А я вас попрошу еще вообще вот туда уйти и спрошу, что мотивировало на участие в этом конкурсе? Ну, тут мотивация какая, да? То есть, если ты выигрываешь региональный конкурс, то ты автоматически едешь на Россию. На региональный конкурс, наверное, это было такое… Ну, я в школе достаточно недавно, да, то есть, у меня третий год, и поэтому хотелось как-то вот, ну, показать себя, проявить. Поэтому у меня был пройден городской этап педагогический дебюта, и, ну, стаж был небольшой, то есть, получается, два года, и я попробовала сразу же на областной учитель года. Ну, как видите, получилось. Ну, а как готовились? Нет, вот я могу… Я сейчас открою, наверное, страшный секрет для всех. Я не готовилась. Когда я туда ехала, у меня было не готово вообще ничего. То есть, это была чистая импровизация. Ну, я не люблю никогда что-то делать заранее. То есть, для меня вот дедлайн – это вот, знаете, вот последняя ночь, потому что тогда приходят самые такие вот, ну, актуальные идеи. Поэтому было, ну, может быть, какие-то идеи. Просто я выступаю там на России. У меня есть такая большая методическая копилка. Что-то было уже, какие-то идеи, но готовых ни уроков, ни методических мастерских, ничего вообще не было. То есть, все было вот как бы в процессе. То есть, то же самое было и к региональному. Да, то же самое было и к региональному. Как же вы к урокам готовились? Ну, я по первому своему образованию педагог, тоже я историю должен преподавать в школе. Я понимаю, я помню, конспект надо составить, урок, вот это… Нет, ну, это, знаете, такое немножко устарелое представление. Учитель должен, он вообще, он должен быть всегда готов, да, вот знаете, как пионер всегда готов, и вот в этом тогда залог. Потому что все, что было заранее, даже не можешь, придешь в класс, там у них, может, вообще другое настроение, и все, все пойдет по-другому. Ну, есть какой-то багаж в голове. То есть, мы пришли сегодня изучать Пушкина, а у них настроение на Оксимирона… Нет, и, значит, надо подстроиться так, чтобы у нас настроение на Оксимирона так вписалось в Пушкина. Пушкин не так, знаете, будет далек от нынешнего поколения, если вот эту связь проложить. То есть, мы просто… вот я вижу, как они… Вот где-то надо будет, значит, перестроиться. Может быть, где-то посерьезнее, где-то пошутливее. Ну, вот это надо чувствовать, потому что нельзя ходить, там, знаете, со сценарием готовым. Ну, про это мы еще поговорим. Что приходилось на конкурсе делать? Ну, там было несколько этапов. То есть, первый – это у нас был методическая мастерская, ну, то есть, свое такое педагогическое портфолио. Потом был урок. Классы видели мы впервые, у меня был десятый класс. Волгоградские школьники, ну, такой гуманитарий, да, смешанные. Больше такие гуманитарий и социально-экономический профиль. Второй – после вот этого первого этапа отсеивается 70 человек, остается там 15. Вот. Дальше идет у нас, соответственно, классный час и мастер-класс, значит, отсеивается. Еще 10, остается пятерка. И итоговое испытание – это пресс-конференция, то есть, вопрос учителю года. Ну, такое, как бы, в режиме онлайн-пресс-конференции задавали вопросы звезды, представители педагогического сообщества, учителя, школьники, там, родители. Так вот было. Но уже после награждения, после объявления итогов у вас была пресс-конференция с Путиным. Да, у нас была встреча с Владимиром Владимировичем. И вот, ну, конечно, к этому у нас был такой день насыщенный. Мы, знаете, как Чацкий с корабля на бал. С утра у нас была пресс-конференция, потом были итоги. То есть, мы даже не успевали опомниться, и потом сразу же встреча. То есть, весь день был расписан по минутам просто как у каких-нибудь административных лиц. Ну, я как журналист, я знаю, мы из полученного массива материала выбираем самое яркое. Я на федеральном канале не увидел, что вы спросили или спрашивали. Президента, вам удалось задать вопрос? Ну, там, видите, была протокольная встреча, то есть, очень жесткий был протокол и время ограниченное. Там был плотный график президента, то есть, мы, наверное, нам удалось с ним пообщаться, то есть, ну, в пределах часа, наверное, да. И, то есть, был такой протокольный отчет, да, вот нам представлены результаты работы в системе образования. С нами был Сергей Сергеевич Кравцов, он прямо вот рядом с нами сидел. Поэтому мы тоже пообщались, даже там умудрились сделать селфи с ним. И вот вопросы, ну, как бы мы старались уступить больше, знаете, сельским школам и регионам. То есть, например, Магадан, Камчатка, то есть, там вот вопросы касательно там, ну, условно говоря, там, Костя Зеленский из Магадана. Он историк, и он часто вывозит детей там на такие, ну, как сказать, экскурсии. Вот он спрашивал про авиабилеты, то есть, ну, такой хороший вопрос. Девушка с Камчатки, да, Алена, она вообще, то есть, понятно, что Камчатка – это особый регион, и она вот спрашивала про… То есть, ну, мы так договорились между собой, чтобы вот как-то приоритетно можно было спросить то, что интересует. А не вопрос ради вопроса. Ну, да, вопрос ради вопроса. И ради медийности. Что самым сложным было? Ой, самое сложное, наверное, ну, я бы не сказала, что прям такое было что-то запредельное. Наверное, самое сложное – вот это вот продержаться там 12 дней в таком режиме. Потому что, ну, там бывает, ну, там ты не спишь несколько ночей подряд, потому что надо что-то подготовить такое вот прям. Даже если там какие-то идеи были, то там в 4 утра все переделаешь. То есть, проводишь урок, и надо вот прийти там хотя бы 2 часа поспать, наверное, вот в таком режиме… Ну, знаете, в этом свои плюсы. График. Да, сейчас вот как-то немножко так изменился темп и вроде чуть-чуть… А, чуть-чуть не падает. Да, что-то не то, да. Хотелось бы вернуться. Вы получили номинацию за мастерство в использовании современных технологий. А, да. Все мы с Лихвой в прошлом году хватили этих информационных технологий. А, да. И традиционный вопрос – все-таки онлайн выживет оффлайн? Ну, это, кстати, была номинация от Mail Group. Мы встречались с представителями Mail Group. Правда, это было уже пост-фактум на Ярославском вокзале. Он специально ко мне приехал. Они, кстати, сейчас занимаются разработкой платформы для Министерства просвещения, вот именно собственной, да, чтобы контент был… Не Zoom, чтобы был, да? Не Zoom, да, а собственная платформа, включающая все. Вот как раз мы с Владимиром и разговаривали Мардановым об этом. И вот он тоже там предложил какие-то идеи, да, предложил там курсы писать. Нет, знаете, у меня такое стойкое убеждение, что вот если говорить о школьном образовании, то нет, да. А если говорить о взрослом образовании, о курсах повышения квалификации, это нормально. Сейчас так все живут, да, то есть можно там… Не знаю, сейчас страна первая в мире, да, по вот этому уровню образования, которая доп, да, через онлайн, это Китай, да. И вот для взрослых там, мне кажется, доп, там курсы переподготовки – это идеальный вариант. Да и школьники, вот я своим часто советую там, вот смотрите, вот там олимпиадная подготовка, вот курс, да, вот там ИГУ, тут вышка. А ты можешь бесплатно посмотреть, увидеть там, не знаю, если у тебя хороший английский, так, пожалуйста, с Курсера посмотри, это шикарно просто. Но нет, учитель, вот замечательная такая фраза еще из того образовательного форма, да, учитель, который владеет, да, информационными технологиями, он, как бы, да, он заменит учителя имени владеющего. Но сами по себе информационные технологии учителя не заменят, это нереально. Как много вы используете современные технологии в своей вот… Нет, ну вот, чтобы не было такого предубеждения, что, знаете, у меня каждый день мы там… Нет, 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 вот я как раз и спрашиваю, да. То есть, вполне, вот, да, есть кабинеты, да, где я работаю, там вот доска и мелая тряпка, да, и что значит информационная технология? Вот сейчас очень модное такое направление скрайбинг, да, скрайбинг или там скетчноутинг, то есть такие визуальные заметки, когда ты лекцию можешь оформить, вот ты там им рассказываешь и параллельно схему рисуешь такую, что все это визуализировано. Я просто была на городе образования в Москве в прошлом году, и там вот у нас была встреча как раз с представителями тоже с КНГ, и пока у нас шла встреча, девушка вот на таком плакате рисовала вот все, что происходило, и в конце, то есть краткий конспект всего, он был представлен. Вот это же тоже интерактивные технологии, они интерактивные, они новые, они визуализируют вот это все, то есть вот, пожалуйста, просто совмещается, и информационные это, ну, там, на уровне игровых каких-то вещей, там, может быть, где-то там гаджеты можно использовать, там, планшеты, домашние задания, я часто им даю цифровые домашние задания, чтобы это было не в плане, там, знаете, написать, там, переписать, еще что-то, нет, это неинтересно, пусть они сами создают там инфографики, плакаты, карты, там, что-то на уровне, там, простейших таких цифровых вещей делают, тем более им всем в вузы идти, вот у меня сейчас уже выпускники в вузах там учатся и говорят, а вот мы там на парах это делаем, да, вот у меня такое-то портфолио, а я-то вот это вот, поэтому я очень рада, что это пригодилось. Я сам удивился, когда начал изучать английский язык по методике Петрова, который тоже все делает этими схемами, ну, это реально, это реально помогает. Обратная сторона медали, когда школьники приходят на уроки с гаджетами, с самыми разными, включая даже часы, вот, в которых тоже можно отвлекаться и как-то сейчас играть. Я уже про телефоны, смартфоны и планшеты молчу. Вот как найти баланс между вот применением гаджетов в образовательном процессе на уроке и просматриванием ТикТока? Ну, сейчас, знаете, вышли новые санитарные правила Роспотребнадзора, и поэтому телефоны, они как бы запрещены, потому что у них там диагональ не та, а вот планшеты с определенной диагональю их можно использовать на уроках. Ну, чтобы они там параллельно на уроке куда-то не залезали, вообще у меня нет таких карательных мер, что я там пойду там собирать телефоны. Нет, ну, это как бы не в моих правилах. Просто я считаю, что вот учитель, он должен быть интереснее, и вот у меня там на уроках нет такого, что они там сидят и будут где-то что-то смотреть. На переменах там, пожалуйста, они могут даже мне показать какое-то видео там. Сейчас, кстати, учили активно осваивать ТикТок, вот у меня был буквально на днях радиоэфир с учителем из Челябинска, а математик такой Земсков, он там, знаете, теорему за 15 секунд объясняет в ТикТоке, то есть, ну, это тоже хороший вариант. Ну, это как раз к нашему предыдущему вопросу, да. Да-да-да. То есть, вот тут надо, наверное, наверное, должно быть учителя чуть-чуть йод, а? Ну, вот я знаю, что вот если я буду им интересна, они не пойдут ни в какой ТикТок, не пойдут там в Инстаграм, и на уроки они там никуда не зайдут. Это замечательно. А где-то, ну, хорошо, давайте, мы что-то не знаем, давайте мы что-то узнаем, давайте в какую-нибудь там игру сыграем. Сейчас есть мобильное приложение, замечательно, там, например, мне нравится Castle Quiz, там все предметы школьной программы, и там на перемене там можно сыграть, знаете, с учеником там по знанию текста. То есть, такая стратегия в виде захвата замка, ну, можно, пожалуйста, тоже там в формате парной игры на уроки, почему нет, это используется. Мы уже чуть-чуть начали говорить про современного учителя, и все-таки я хочу продолжить тему, вот вы мне сейчас сказали, вот я бы сейчас со своими знаниями, не знаю, пошел бы в школу бы, ну, или с образом, так скажем, своим, пошел ли я бы в школу бы, вот. Вот, но я понимаю, что учитель, когда я учился, учитель, который сейчас, это абсолютно разные. Вот, да, знаете, наверное, тут очень важно учителю как-то, ну, это должен быть, во-первых, нужно понимать, что школьники, они должны понимать, что учитель это тоже человек, вот все эти там сейчас активные там шумиха в прессе, там, да, все эти купальники, там, чего только нет, это вот, вот как-то вот это нужно принять, да. Следующий момент, они другие, оно поколение, которое, оно немного другое, да, оно, в принципе, желает, чтобы на него обратили внимание, вот эти все их соцсети, это на самом деле не от того, что вот они там такие плохие, нет, они ничем не хуже, чем предыдущие, просто они другие и хотят, чтобы на них обратили внимание, то есть они кричат вот этим таким позиционируемым себя в соцсетях. Ну, и возможность появилась, потом у нас в соцсети не было. Не было, да, и вот это важно, чтобы, ну, учитель, да, как-то обращал на них внимание, и тогда, ну, знаете, у меня были разные там классы, там, студенты, там, даже в колледже, ну, если ты видишь в ученике человека, ну, прежде всего, как бы, вот, равного, да, в плане, как, ну, я не знаю, там, партнера по коммуникации, там, вот туда, вот в этом плане, мне кажется, тут никаких проблем не будет, то есть у меня никогда не было, что, знаете, я там как-то не могу там успокоить класс, да, или там что-то, как-то не решить какие-то конфликтные ситуации, нет, то есть учитель все равно актер, да, он заходит в класс и приходится, ну, как-то где-то там, как-то, да, что-то тут шутить, искрометно решать какие-то конфликтные ситуации, они могут на это провоцировать, ну, и вот тут как он себя поведет, тут главное, что называется, как они говорят, да, не допустить ошибку, да, или не налажать. Да, я как раз, кстати, вспомнил встречу с Путиным, вы про актерство тоже говорили, все-таки актерство, ну, так скажем, игра, театр одного актера, он присутствует, потому что иногда бывает, что ты не устраиваешь иммерсивный театр, и вовлекая, значит, в процесс иногда приходишь, и вот прям 45 минут моноспектакль. Да, можно моноспектакль, можно, знаете, когда вот сразу же вот эта четвертая стена рушится, и они что были, но это зависит от темы, иногда вот проще, как ты приходишь, ты понимаешь, что у них такое настроение, ну, давайте мы поговорим, то есть, вот давайте мы отвлечемся лучше вот от чего-то, чем мы будем там насильно, знаете, вот сейчас там через силу что-то изучать, давайте вот обсудим, что вас беспокоит, а вот что случилось. Ну, я всегда захожу, я стараюсь как-то там, ну, что-то отметить в ком-то, как-то, где-то, им это приятно, это вот располагает к себе, ну, и все-таки все, что мы делаем, я стараюсь, вот не по принципу делай, как я, вот, да, вот я такой пример для подражения, нет, давайте будем делать вместе. Вот вопрос опять-таки о творчестве, о сотворчестве, у вас есть какая-то авторская своя методика, и как вы преподаете? Ну, вот, мне, у меня очень много, мы с детьми делали проектов цифровых, и вот у меня все мечта опубликовать все, что они сделали, у нас вот есть серия литературных инфографик, то есть, литература в инфографике, то есть, вот, прям, вот, то, что они делают, это конкретно авторский контент, я все, вот, ношусь этой идеей, я думаю, что я это делаю, они очень у меня делали, вот, много авторских квестов, там, по творчеству, там, определенных авторов, там, Светаева, Блок, ну, масса, мы даже проводили конкурсы, викторины, там, у меня девчонки были, там, призерами, и вот, то есть, вот, чтобы гаджеты, они не были какими-то, ну, знаете, там, я не знаю, из серии злоб, да, номер один, там, такой обителью зла, нет, пусть они будут нашими союзниками, из серии, знаете, как Кот Леопольд, давайте жить дружно, вот, пусть они будут нам на пользу, и для детей это тоже, как бы, понятно, что, вот, я, вот, могу это для себя использовать, и мне это пригодится, да, вот, очень много инфографик, очень много, там, то, что я конкретно делаю игровые какие-то вещи на основе тренажеров, вот, да, хочется это все оформить, ну, мне предложил скиллбокс и мейлгруппу сделать курс, наверное, вот, сейчас весной это все разрешится, то есть, для учителей, чтобы, вот, как это поэтапно все создавать. То есть, это авторский курс для учителей, не для учеников? Да, для учителей, для учителей, да, вот, именно. Как методист уже выступает. Да, как методическая, да. Ну, если бы, если бы вы стали учителем года, учителем года, насколько я знаю, становится советником министра образования, ну, на общественных началах. Так вот, если бы, вдруг вы стали бы, что бы предложили министру поменять, внедрить, воплотить в нашей системе образования? Ну, я так немножко реплику скажу, маленькую по поводу, там, вот, стать победителем, не победителем, абсолютно, не абсолютным. Тут, на самом деле, очень много удалось пообщаться с людьми, в том числе из Министерства просвещения, причем очень близко, очень много контактов. И ты понимаешь, что ты, вот, включен вот в эту систему, и они тебя зовут там. Ну, вас теперь уже не отпустят. Да, 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 туда-сюда, и ты в любом случае, как бы, определяешь вот эту струю, да, движение образовательную, да, которая сейчас будет. Ну, во-первых, тут надо очень, вот, мое видение, я про это тоже везде говорю, мы, кстати, очень хорошо общаемся с Дмитрием, вот, который, да, победитель. Мы все там сдружились, просто замечательно, из Ростова у нас всех в гости звал, на следующий год мы и так туда поедем, как пятерка, уже в качестве жюри. Наверное, на что нужно обратить внимание, то есть школа, она должна быть, знаете, включена вот в эту систему, там, школа, колледж, там, вуз, работодатель. Но это должно быть не, в принципе, вот, номинально, там, какое-то партнерство сетевое, там, где-то на словах. Это вот должно быть реально, да, вот, как вот эта система, там, идей с банками проектов. То есть школа, школьники, ну, даже, может быть, не на уровне вот этих классов, знаете, педагогических, инженерных, профильных, потому что тогда западают другие вещи. Это просто должно быть, вот, включено в реальный логический процесс. В идеологии школы. Да, то есть это должно быть, школа этим должна, ну, как-то жить, да, не потому что и навязали, вот, вы сейчас будете экспериментальной площадкой, давайте, вот, сейчас мы у вас тут всех бедных учителей детей и директора тут, не знаю, будем этим донимать. Вот этот первый момент. Второй момент, надо как-то, наверное, школы чуть-чуть перестраивать вот от этой, знаете, такой классной урочной системы, да, вот, это, конечно, прекрасно все было. Да, советская система замечательная. Сейчас другие, вот, да, им надо как-то, ну, я не знаю, там, на уровне, я вот отсматриваю все тенденции, там, европейского образования, там, в Дании есть школы, да, где вот такое, ну, знаете, пространство коворкинга, когда они вот могут сесть там вместе и вот, 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 вот сейчас подумаем и что-то придумаем и с креативим. Потому что на самом деле самое ценное, когда они вместе там садятся, ой, давай вот так, вот так. То есть они, чтобы могли, вот, чтобы у них учеба была, знаете, не как наказание, вот я сейчас буду 11 лет туда ходить, а чтобы они там после школы не сбегали сразу. А еще там хотели остаться. И вот это тоже еще нужно как-то подстроить, перестроить. Ну, в этом направлении уже наблюдаются определенные подвижки, там, да, то есть, вот, не знаю, там, узбер-класса, да, подобные идеи, там, диверсификации заданий. Очень много там творческих, мне тоже довелось там пообщаться там с Антоном Сколочевым, который делает. И литература уже по-другому, и русский воспринимается. То есть, вот это должно быть, не знаете, что русский это про ЕГЭ, да, там, буквки вставлять и запятые. Там, литература, это вот классика, да, которую они воспринимают, как будто она такая вся нафталиновая, их уже от этого тошнит. Нет. И остальные предметы, там, да, чтобы математика не отдельно, там, да, там, а математика, которая в жизни. То есть, вот это такая практикоориентированность должна быть на каждом уроке. Очень интересно, я желаю вам благодарных учеников, ну, и, конечно, воплощения всех идей, а их у вас очень много. Спасибо. Диана Минец, финалист конкурса «Учитель года-2020» была у нас сегодня в гостях. Это программа «Перекресток». Мы сейчас с вами встретимся в программе новости. Редактор субтитров А.Семкин